Надежда Черная В Волгограде есть мемориал, где на мемориальных досках выбиты фамилии погибших в Сталинградской битве, в том числе и фамилия Чеховского Гурия Петровича. И мы решили принять участие в этой акции. Почтить память погибших в боях родственников решила и Елена Жмурченко. Еще до введения режима самоизоляции вместе с соседями во дворе перед домом они тоже организовали свой сад. Мы высадили туйки и высадили вот такие замечательные пихты. Она вырастет, будет огромная, красивая. Вот такая, смотрите, она так прям хорошо сразу принялась. Видите, сколько молодых побегов здесь. 27 миллионов человеческих жизней унесла Великая Отечественная война. Такое же количество деревьев планируют высадить на территории Российской Федерации и в странах бывшего СНГ. Присоединиться к флешмобу, не нарушая режим самоизоляции, может каждый дистанционно. Если у вас нет возможности высадить саженец в открытый грунт, вы можете сделать подделку, аппликацию или нарисовать дерево, которое вы обязательно высадите позже. Выложите фотографию в социальные сети с хэштегом «Сад памяти дома» и расскажите, кому вы посвятите живое дерево в будущем. Полуостров – один из первых регионов, который подключился к международной акции. В крымской столице у мемориала «Скорбящая» на улице маршала Жукова представители городской администрации, общественности и муниципальных учреждений высадили 250 саженцев крымской сосны, пихты, клёнов и калины. Акция должна стать доброй традицией, она так и была изначально организована. Мы планируем эту акцию продолжить в те моменты, в то время, когда посадки будут хорошо приниматься, чтобы была весна и осенью мы продолжим эту работу, для того, чтобы деревца наши всходили и радовали своей зеленью симферопольцев и гостей города. Флешмоб продлится до 22 июня. Деолокация своего высаженного дерева можно поделиться на официальном сайте акции «Сад памяти». Наталья Жадько, Евгений Гарбузов. Утро нового дня.